Приветствую всех, кто намучился с заменой и выбрасыванием вот таких вот светодиодных ламп и принял решение о том, что сам их сможет починить и переделать так, чтобы они получились практически вечными. Такое возможно, и я об этом уже рассказывал не раз. Переделка очень простая, можно добавить вот такое ограничительное сопротивление и лампочка будет хорошо и справно работать на половине своей заявленной мощности, но при этом долго и надежно. А вот каких ошибок при этом стоит избежать, я вам сейчас расскажу. Все дело в том, что схемы лампочек для питания разные, и вот эти вот светодиодики-хороводики, они тоже разные. Вот посмотрите, вот у меня лампы разной величины, и с ними можно произвести операцию, так сказать, резистивного шунтирования, а то бишь добавить сопротивление и ограничить ток. Но не во все. Дело в том, что в некоторых светодиодных лампах стоят вот такие импульсные блоки питания. И если вы добавите резистор перед цепью такого блока питания, то у вас получится не светодиодная лампа, а стробоскоп. Давайте я покажу, как это произойдет на практике. У меня несколько светодиодных лампочек, они все разные, то есть вот в этой маленькой у меня вот такой блок питания с гасящим конденсатором. Вот в этой лампочке у меня вот такой вот блок с линейным ограничителем. Он без гасящего конденсатора, хотя есть там некоторое сопротивление. И основную роль сопротивления играет вот эта вот микросхема, линейный стабилизатор тока. Дурная микросхема. И мы сейчас посмотрим, как поведут себя те или иные блоки питания, в зависимости от того, как мы ограничим вот этим сопротивлением ток. Я подключил в цепь патрончик, вот вилочка, патрончик. Вот здесь у меня резистор, он как раз идет последовательно с лампочкой. Вот включим лампочку с вот таким вот блоком питания. Здесь используется балластный конденсатор. Включаем. Все, переделка закончена, эта лампочка горит в пол накала и все хорошо. Давайте посмотрим, что произойдет с вот такой вот лампочкой. У нее вот такой вот блок питания и есть вот такой вот ЛМ так называемый. Это в сторону, вот эта лампочка 11-ваттная. Ставим последовательно с ней резистор, ну либо внутрь, либо как угодно можно смонтировать. Поехали. Вот лампочка горит. Горит с меньшим накалом, то есть светодиоды не разогреваются, никаких мерцаний нет. При этом ЛМ, ну я не знаю, ведет он себя хорошо или не хорошо, но лампочка будет служить долго. Хотя рекомендую от ЛМ избавиться именно вместо вот этой вот дурной микросхемы поставить какое-нибудь ограничительное сопротивление, но основной резистор все-таки ставить в цепь 220 вольт, вот где-то рядом с этим предохранительным резистором. Как-нибудь вот так вот в корпус впаять и все будет хорошо. Это были две лампочки с самыми простыми блоками питания, которые легко подвергаются переделке. И их модернизировать можно, вот такие лампочки. Хоть они и не хороши, но можно. А теперь есть вот такие лампочки. То есть, в принципе-то их модернизация не требуется, но что будет, если вы не опознали лампочку с импульсным блоком питания и пытаетесь ограничить ее резистором. Давайте включим и посмотрим. Вот эта вот лампочка, в которой стоит вот такой вот блок питания. Ну, подобный. Включаем. И вместо того, чтобы гореть в пол накала, эта лампочка у нас устроила стробоскоп. Таким же образом поведет себя и вот эта лампочка. Давайте, раз уж взялись, покажем, как она себя поведет. Если ей, таким образом, ограничивать ток питания. Ограничительное сопротивление у меня 3 кОм. Мощность сопротивления примерно 2 Вт. Особо это не играет роли. Дело в том, что в высоковольтной цепи рассеивая мощность будет незначительной на сопротивление. То есть, он не разогреется никаким образом. Так, да, давайте ее повернем. И также через ограничительный резистор включаем стробоскоп. То есть, вот такой блок питания импульсный, если его модернизировать с помощью резистора, ведет себя как стробоскоп. Это все понятно, объяснимо. Тут все эти элементы имеют нелинейные характеристики, накапливают энергию, отдают ее импульсами. И это все хорошо. То есть, делаем выводы. Если мы нашли вот такую моргающую лампочку, это нам повезло. На самом деле, импульсные блоки питания здесь хороши. И хоть они гадят в радиоэфир, они надежно справляются, если он рабочий, конечно, со своей задачей. Мало того, такие вот светодиодные лампы с вот таким вот распределенным веером светодиодов гораздо лучше, чем вот такие вот хороводы. Хороводы сами себя перегревают, они гадкие. Ну и еще рекомендую лампочки использовать с вот таким вот радиатором. Итак, вывод и квинтэссенция. Значит, переделать с помощью резистора можно любые светодиодные лампочки, окромя тех, которые снабжены импульсным блоком питания. Проверить на импульсность блока питания и наличие его внутри лампочки легко. Я эту методику уже осветил на своем канале. Можно взять радиоприемничек, включить его рядом с лампочкой. И если радиоприемник начинает завывать при включении лампочки, значит там стоит вот такой вот импульсник. Если ведет себя тихо, значит это вот такие тихие спокойные блоки питания, которые чаще всего-то и перегорают, чаще всего гадятся, их чаще всего выкидывают. И вот именно их можно вылечить с помощью вот такого резистора. Напоминаю, избавиться от вот этой дряни, поставить сюда какое-нибудь сопротивление Ом 10-12-20, а вот сюда, в зависимости от мощности лампочки, 3 кОм, 2 кОм, 1 кОм. Ну это если у вас очень мощная лампа. А так обычно 2, 3, 4, 5 кОм. То же самое здесь. Можно оставить балластный конденсатор. В принципе, такие блоки очень надежные. Но я бы его выкинул и вместо него поставил вот такое сопротивление. Либо вдобавок к нему. Что будет также ограничивать ток и лампочка прослужит гораздо дольше. На этом все, ребята. Пока. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok